Добро пожаловать на третий фильм подводной ловли карпов. Я Дэнни Фэрбрас. Мы находимся на озере Блю Пул. Здесь мы будем наблюдать за тем, как кормится карп. В первом фильме на озере Хоршу мы снимали, как карп кормится в естественных условиях. Во второй части мы показали вам разные снасти и как они выглядят под водой. В этой части мы продолжим наблюдать за карпом. Камера находится на дне и мы сняли отличный материал, как карп убирает снасти и кормится. Сейчас на озере небольшая зыбь, но на самом деле здесь практически всегда спокойная поверхность. Эта зыбь повлияла на то, как кормится рыба. Первые несколько дней рыба кормилась мало, но теперь в участке ее очень много. Вернемся к первому дню рыбалки и посмотрим, как реагирует рыба на леску и легко ли поймать карпа днем в чистой воде. Мы покажем вам много разных снастей. Я поочередно использовал снасть, чтобы найти самую подходящую для таких трудных условий. Сейчас я заброшу еще немного приманки, чтобы привлечь больше рыбы. Давайте начнем с самого начала и вы увидите, как рыба себя вела в первые дни. Подводная ловля карпа Редактор субтитров А.Семкин Подводная ловля карпа Фильм третий, часть первая День первый Пугающий поп-ап Это первый день на озере Блю-Пул. Перед тем, как забросить снасти, расскажу вам о моем снаряжении. Это новая катушка Торнамент Энто от Дайва, который мы получили совсем недавно. Выглядит отлично и показывает отличные результаты. Покажу вам зажим для лески. Вот. Удобный большого размера зажим, который не повредит леску. Также 2-рублеродная леска X-Line на 17 фунтов, которую мы используем в первом и втором фильмах. Она быстро опускается на дно, менее заметна, чем остальные моно. Мы будем закидывать к дальнему берегу. Здесь довольно глубокое дно. И мы постараемся сделать так, чтобы леска на всем протяжении и в особенности конец снасти плотно прилегали ко дну, чтобы не отпугнуть рыбу. Мы уже видели, что там плавает карп, и я не хочу, чтобы мы спугнули его натянутой леской. Также мы воспользовались оливкой. Оливка производства Preston Innovation. Весит 5 граммов и используется в ловле с уточкой. Через оливку проходят кусочек трубки для защиты лески. Оливка держится сверху трубки. Когда мы будем забрасывать, оливка соскользнет наверх и прижмет леску ко дну. Так как X-Line довольно тяжелая леска, этот эффект усилится, и поэтому леска ляжет плотно ко дну как раз там, где находится снасть. Это очень важно. Затем трубка Хаки. Я сделал отметки коричневым маркером, чтобы трубка была менее заметна на дне. Нанесите по всей длине трубки вот такие отметки. Таким образом, мы нарушаем прямую линию, и трубка будет менее заметна на дне. Теперь установка грузила. Стандартная застежка и грузила грипер в две унции. Но под довольно большим наклоном, и нам нужно, чтобы грузила не скатилась. На застежке трубка цвета Хаки. Заметьте, что она не надета до упора. Я много раз видел ошибку, когда рыбаки до самого конца надевают трубку, после чего грузила не может слететь с застежки. Нам нужно, чтобы грузила могла отцепиться, если снасть запутается. Также мы надели небольшой отрезок силиконовой трубки поверх вертлюжка, чтобы он не отсвечивал под водой, а также чтобы грузила не запуталась при забросе. На конце застежки также вертлюжок восьмого размера. Затем идет наша быстрая застежка, которой я прикреплю поводок, и также закрою отрезком силикона. Натянем его. Перейдем к поводку. Этот поводок мы уже использовали. Хайбрид на 15 фунтов. Он должен скоро выйти в продажу. Это новая версия поводка, которую мы использовали в первом фильме. Теперь под вторуглеродным покрытием новая плетенка. Это делает его более крепким. Теперь мы можем завязать любой узел и не волноваться за покрытие. Это более твердое покрытие. На крючок мы надели кусок усадочной трубки, которую загнули так, чтобы крючок зацепился за нижнюю губу. Крючок White Gap, покрытый тефлоном. Совсем короткий волос и Pop-Up Fusion от Mainline. Небольшая дробинка под крючком, что позволит ему держаться на дне так, как я сейчас его держу. Мы закинули немного приманки. Сначала хотим привлечь внимание рыбы к Pop-Up, перед тем, как их заинтересует корм на дне. Мы не закидывали никаких смесей, потому что не хотим, чтобы рыба кормилась смесью и не обращала внимания на Pop-Up. Это было в первом фильме, когда рыба была настолько поглощена смесью на дне, что не замечала все, что не лежало на дне. И хотя приманка была съедобной, рыба не обращала внимания на Pop-Up просто потому, что он не лежал на дне. Поэтому мы не стали использовать мою любимую смесь. Мы забросили немного приманки, чтобы привлечь рыбу. Рыба стала появляться и немного питаться. Корма не так уж много. Сейчас мы закинем снасть и посмотрим, какая будет реакция. Если мы поймаем карпа и будем довольны этой снастью, то поменяем ее на похожую снасть, но с плетеным поводком и посмотрим на разницу между этими снастями. Одену снасть. Отрезок того же силикона. Надеваем его на поводок. Видите, вот так. Мы надеем его на быструю застежку. Надеваем снасть на быструю застежку. Вот так. Затем надеваем отрезок силикона. Готово. Теперь я все время пользуюсь этой застежкой. Как только вертлюжок вошел в застежку для грузила, его не нужно доставать. Он сидит надежно и крепко и не болтается на застежке. Это еще одно преимущество. Также я надену немного пена ПВА. В случае, если я забросил снасть немного дальше камеры, я смогу подвинуть снасть, так как благодаря пене ПВА крючок не будет лежать на дне. Я опустился только тогда, когда пена ПВА рассосется. Поэтому у меня будет возможность немного подвинуть снасть в нужное место. Пена ПВА затем рассосется, и крючок идеально ляжет на дно. Достану пену ПВА. Наденем его. Его нужно всегда держать рядом. Никогда не знаешь, когда он может пригодиться. Может быть, вы ловите водорослях, или вам нужно, чтобы приманка лучше держалась на крючке при забросе, чтобы волос не запутался. Ложу пену ПВА в небольшой кусочек. Затем надену на крючок. Продену один раз, практически как надеваю кусочек хлеба. Вот так. Крючок будет поднят со дна, и так его легче увидеть. В итоге пена ПВА рассосется, и крючок опустится на дно. Давайте забросим снасть, надеемся, выпадем с первого раза. Забрасываю с новой катушкой, поэтому могу не попасть с первого раза. Если мы попадем, то забросим еще раз. Итак, попробуем. Окуну катушку в воду. Нужно попасть в участок под деревьями. Это не так сложно. Не очень удобно, когда у глаза светит солнце. Давайте посмотрим, как снасть выглядит под водой. Думаю, что закинул дальше, чем нужно. Вот причина, по которой мы выбрали блю пул. Кристально чистая вода. Здесь ловят карпы уже несколько лет подряд, так что рыба знает, что такое знать. Мне кажется, это довольно хорошее изображение того, с чем может столкнуться большинство карпятников. Мы видим, как рассасывается пена ПВА, и как крючок опускается на дно. Крючок ложится далеко от грузила. Для этого нужно использовать приманку, которая медленно тонет. Если использовать стандартную приманку для крючка, она тонет слишком быстро, и тогда поводок сгибается. Крючок медленно опускается от грузила. Получилось идеально. Обычно крючок с приманкой падает прямо на грузила. Три рыбы почувствовали опасность. Мы не сможем точно узнать, что именно их отпугивает, но они точно почувствовали опасность. Может быть, приманка находится не на дне, и это, что настораживает их. Рыба кормится очень близко ко дну. Точно так же, как это было на озере Хоршу в первом фильме. Мы положили совсем немного приманки. Совсем немного пелецы и фьюжн бойлов. Рыба просто приклеена ко дну. Таким образом, когда вы рыбачите в чистой воде, днем, и на дне из гравия, то поп-ап для этого не подходит. Также мы будем иногда включать записи из палатки, которые находятся в оборудовании, и откуда мы смотрим, что происходит на дне, для того, чтобы дать вам представление о том, насколько может быть захватывающим или разочаровывающим наблюдать за всем, что происходит под водой. Мы все в напряжении, когда видим, что должно плюнуть. Иногда бывает так, что трудно сдержать язык, поэтому есть записи, которые мы просто не можем вам показать из-за комментариев, которые на них записаны. Я думаю, что любой карпятник поймет, насколько захватывающий смотреть, как все происходит. Это очень интересный момент. Рыба опустилась, чтобы подобрать корм, затронулась до трубки, почувствовала что-то, что ей не понравилось, и сразу уплыла. Вот доказательства тому, что снасть должна прилегать ко дну как можно плотнее. Рыба открыла рот, затронулась до трубки, кто-то заподозрила, и сразу уплыла. Если бы у нас не было подводных камер, мы бы никогда не узнали, что это происходит. Поэтому очень важно, чтобы снасть лежала как можно ближе ко дну. Такой неровный гравий лишь усложняет нам задачу. Только-только грузило неудачно приземлится, и рыба не будет клевать. Поэтому трубка должна быть как можно тяжелее. К ней можно прикрепить кусочки железа или свинца, чтобы трубка лежала прямо на дне. Еще одна рыба, которая, как мне показалось, увидела поп-ап, почувствовала опасность и уплыла. Здесь много большого карпа. Обычные и зеркальные. Подплывает зеркальный. Только посмотрите. Сейчас клюнет. Мы должны его поймать. Им нравится наш корм. Это был пример того, как захватывающе смотреть на то, что происходит под водой. Каждый из нас будет по-разному смотреть этот фильм, с точки зрения собственного опыта, по-разному обосновывать выводы. Рыба кормится прямо над снастью. Это отличный пример. Я думаю, что эта рыба не заметила грузило и снасти, и подплыла к реманке на крючке. Но так как это был поп-ап, то это ее отпугнуло. Но это моя оценка. Я не говорю, что она единственная правильная. Но она должна быть как руководство. Видите? Он испугался трубки. Он даже проглотил ее. Но это не испугало его. Он продолжил двигаться к приманке. И как только он добрался до поп-ап, то сразу уплыл. Не знаю, увидел он или задел за него, но эта снасть ему точно не понравилась. Эта съемка убеждает меня не использовать поп-ап днем при таких условиях. Мы должны помнить, что это одни из самых трудных условий для ловли. Неглубокая и прозрачная вода, много света и неровное дно из гравия. Поэтому очень трудно сделать так, чтобы вся снасть плотно прилегала ко дну. В некоторых местах трубка отходит от дна. И без этих съемок мы бы никогда не узнали, что все происходит именно так. К сожалению, мы мало можем сделать, чтобы исправить ситуацию. Но нужно осознавать, что если мы сможем поймать рыбу и справиться с препятствиями здесь, то это повлияет на то, как мы ловим рыбу и в других местах. Методики, о которых мы узнаем в этом фильме, будут применимы и в любых других условиях. Мы сократили пять дней непрерывной съемки через половину часа. Поэтому мы не можем показывать вам все полностью по причине ограниченности во времени фильма. Все мои комментарии основываются на просмотре всего снятого нами материала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Этот карп пугается не из-за того, что увидел снасть. Его занимает разбросанный вокруг пелец, несмотря на то, что мы только что забросили еще немного. Если вы используете любого вида пелец, то не стоит, что у приманка на крючке находилась выше пелица, как это происходит с поп-ап. Я бы посоветовал обрезать донную приманку по форме пелица и забрасывать ее поверх пелица, даже если вы используете бойлы. Обрежьте приманку на крючке так, чтобы она была больше похожа на пелец. И я думаю, так будет больше клев. Мы заметили следующее поведение рыб. Лень приплывала кормиться утром и вечером. В днем их совсем не было, даже если кормился карп. Это поведение линии мы видели на протяжении всей съемки. Это объясняет, почему лень больше ловится утром и вечером. Лень больше ловится утром. Нам попался линь. Стел день перед камерой плавал карп, но линь поймался первым. Для маленького линии он неплохо сопротивляется. Вижу грузило. Весь день там плавал карп, а попался линь. Крышок зацепился за нижнюю губу. Положим его в сеть. Видимо, нас преследует призрак озера Хоршу, и проклятье линии следует за нами. Не то, что мы хотим выловить, но так получилось. Я думаю, около 4 фунтов. Давайте вернем его обратно. Переходим на донную приманку. Наступил второй день. Вы видели, как линь буквально выхватил приманку из челюсти карпа вчера вечером. Это был линий очень темного цвета. Сегодня мы снова встали рано. Как мы и ожидали, в нашем участке уже плавает рыба. Жара еще не наступила. Сейчас мы забросим снасть, которую я забросил вчера вечером, перед тем, как стало темно. Такое же устройство грузило. Такой же поводок, хайбрид, но вместо поп-ап донная приманка. Вчера мы заметили поведение двух карпов. Один увидел поп-ап, другой уплыл, когда задел за него. Поэтому мы полагаем, как это было и в первом фильме, что поп-ап не подходят для рыбалки в чисто неглубокой воде. Сейчас мы закинем донную приманку. Если мы поймаем карпа, то сразу же закинем снасть с поп-ап и посмотрим, как поведет себя карп. В этот раз мы положили немного конопли, пелица, нарезанных фьюжин бойлов, а также маленькие фьюжин бойлы. Перед камерой получилась довольно вкусная смесь. Расследованием уже приплывал карп. его было больше, чем до этого. Так что все выглядит многообещающе. Сейчас я прикреплю пену ПВА и затем закину снасть на наше место. Плотно сожму пену ПВА. Это оператор. Говорит, что карп сейчас кормится перед камерой. Наст готова. Осталось ее забросить. Надену очки. Леска зажата еще со вчерашнего дня. От маркера, который находится прямо над камерой, отсвечивает вода, поэтому его сложно увидеть. Должно быть неплохо. Оставлю ненадолго удочку и посмотрю, как получилось. Мы видим, как всплывает пену ПВА и крючок опускается на дно. Жесткий поводок Hybrid отталкивает крючок от грузила. Но иногда приманка на крючке слишком тяжелая, и она падает рядом с грузилом, сгибая поводок. Мы видим, что рыба все еще сидит снасть. Даже если трубка замаскирована на лучшим способом, и грузила смешивается с одном, рыба все равно чувствует, что ее хотят выловить. Представьте, как бы выглядела трубка темного цвета на темно натянутой леске, которая идет до самой снасти. Без Flying Back Lead, и вы увидите, насколько ужасно такая снасть смотрелась на дне. Это моя лучшая снасть. Леска ослаблена. Это второглеродная X-Line, которая практически не видно под водой. Также у нас надеты Flying Back Lead, но все равно рыба чего-то опасается. Это говорит о том, сколько усилий нужно прикладывать, чтобы правильно замаскировать снасть. Как и в первом фильме, линь поднимает приманку на крючке и выплевывает ее перед тем, как подвинут грузила. Так что если линь не зергает головой, когда крючок попадает им в рот, то они могут избавиться от него. Поэтому это мой совет всем. Соловать линия, поводок нужно делать как можно короче. Если вы знаете, что грузила не уходит в дно, то 2-3 дюймовый поводок будет более чем эффективен. Этот поводок 4 или 6 дюймов, но все равно линь легко избавляется от крючка. Таким образом, когда вы ловите линь или мелкого карпа, то нужно сократить размер и длину снасти, чтобы как можно большее клево превращалось в пойменную рыбу. Этого карпа мы назвали Popeye или старый знакомый, потому что он довольно часто появлялся перед камерой во время наших съемок. Мы заметили, что некоторые из этих карпов придерживаются определенной территории, когда видели, что одна и та же рыба появляется раз за разом. Вот что имеют в виду знаменитые рыбаки, которые говорят, что они ловят в определенных местах, чтобы поймать определенную рыбу. По мере того, как вы будете смотреть фильм, вы заметите, что в нашем участке часто появляется одна и та же рыба, и лишь немного новичков. Поэтому логично предположить, что даже в таком маленьком озере, как это, рыбы придерживаются определенных участков. Старый знакомый ведет себя осторожно. Они точно чувствуют, что есть опасность, несмотря на то, что мы пытаемся спрятать снасть как можно лучше. Если в этой ситуации представить, что леска натянута, трубка темного цвета, которая не легла на дно от самого грузила, представьте, что рыба захочет кормиться вокруг такой снасти. Я не думаю, что рыба подошла бы к этой снасти даже на то расстояние, на котором они сейчас. Поэтому довольно легко можно не поймать рыбу, даже если в озере ее много. Ее будет отпугивать то, как выглядит ваша снасть, и рыба не будет кормиться на участке, где она лежит. Поэтому я думаю, что в таких условиях нужно не забывать ослаблять леску, использовать менее заметные моно и снасти. Я полностью уверен, что если бы снасть была темного цвета и леска была бы натянута, то рыба не подошла бы даже и на это расстояние. Рыба дотронулась до трубки. Почувствовал опасность, и сразу уплывает от нее. В такой ситуации мы мало что можем сделать. Здесь очень неровное, с большими камнями дно, которое поднимает трубку со дна. Старый знакомый дотронулся до трубки, почувствовал опасность, и сразу уплывает. В такой ситуации мы мало что можем сделать, разве что стараться не ловить на таком каменистом дне. Но если рыба там плавает, значит ее нужно там ловить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Посмотрите, как осторожно рыба поднимает приманку со дна. Кажется, что они делают это выборочно. Чем менее заметно ваш поводок и крючок на дне, тем естественно будет вести себя карп, и тем больше у вас будет шансов поймать рыбу. Субтитров А.Кулакова Карп огибает снасть, и мы видим, где она лежит на этом дне из гравия. Рыба все равно чувствует опасность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Невидимые поводки В воде нет снасти. Субтитров А.Кулакова Наступил вечер второго дня. Я поменял снасть, потому что из фантастической съемки мы увидели, что рыба ест все вокруг снасти, но не подплывает к самой снасти. Поэтому я изменил снасть, но не поддался желанию поменять сразу несколько компонентов, а поменял только поводок. Мы перешли на более длинный второуглеродный IQ поводок на 10 фунтов. Это самый невидимый поводок из всех, что сейчас есть. Если я поменяю больше чем один компонент и поймаю рыбу, то не узнаю, какое из изменений повлияло на результат. Пока мы изменим только это. Но я приготовил еще несколько изменений, которые мы сделаем позже. Хочу отметить, что такой вид рыбалки считается экстремальным. Вода очень мелкая и чистая. Также очень светло, и рыба видит больше, чем в большинстве рыболовных ситуаций. Вы видите не то, что происходит везде, а то, что происходит именно в этом озере. Но если вы сможете поймать карпа здесь, то вы сможете поймать его в любом другом озере. Как я сказал, 10 фунтовый IQ поводок. Также я поменял крючок. Мы перешли на Longshank X 10 размера, потому что я предпочитаю использовать именно их, с более жестким поводком. До этого мы использовали White Gap. Теперь мы перешли на Longshank. Приманка та же, поменялся лишь поводок. Давайте закинем снасть. Снова надену немного пены ПВА. Так легче увидеть, куда ляжет снасть, так как мы ловим на донную приманку. Мы используем все средства, которые помогают нам увидеть, куда приземлилась снасть, так как забросить туда довольно сложно. Надену пену ПВА. К сожалению, сейчас я не могу использовать мешок ПВА, так как это довольно сложный бросок. Но я уверен, что когда привыкну, то мы будем закидывать снасть с мешками. Как только достали снасть из воды, мы заметили, что рыба стала кормиться более уверенно, дольше оставаясь в участке ловли. Это доказывает, насколько хорошо они чувствуют опасность, когда снасть находится в воде. Может быть, стоит вытаскивать снасть на время, чтобы рыба могла спокойно кормиться. Как мы делаем, когда ловим на поверхности. Подкармливаем ее рыбу, и как только рыба появляется, мы закидываем снасть и выловливаем рыбу. Можно делать то же самое, но на дне. Надеюсь, что попал. Опустим леску. Он подплывает к снасти. Теперь кормится. Это обычный. Нам приплыл обычный. Неплохой знак. Рыбы начинают приплывать, но они плывут справа, и поэтому не доплывают до снасти. Так что все сработало. Уже близко. Он подплывает. Это зеркальный. Теперь один слева. Зеркальный где-то на 19 фунтов. Он подплывает к камере. Один кормится вдалеке. Очень красивый. Посмотри на рисунок. Просто красавец. Он что-то увидел. Они плывут к нам. Посмотри, вон там. Давай. Да, это тот самый зеркальный. Этот часто здесь появляется. Ну же. Давай, милый. Давай, милый. Смотри, смотри. Смотри. Вон к дню Дэни. Это он. Да? Это он. Это он. Это он. Да? Красавец. Красавец. Знаешь, почему мы называем это он. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Да. Давай, сын. Не реально. Отчаянная попытка. Прототип Лидера. Настя прилежала на дне уже около часа, и мы заметили, что Карп снова чувствует ее присутствие. Сейчас мы постараемся сделать ее менее заметной. Мы перешли на IQ-поводок, который на озере Хоршу дал положительные результаты. Но сейчас мы видим, что IQ-поводок, наоборот, отпугивает рыбу. Я думаю, что присутствие снасти уже само по себе настораживает. Не думаю, что это какой-то определенный компонент снасти. Сейчас я надену грузила поменьше. Грузила на две унции. Не думаю, что наклон настолько резкий, чтобы эта грузила скатилась вниз. Оно больше похоже на камень. Перед тем, как надеть грузила, я немного потру его поверхность, чтобы оно больше входило на камень. Для этого просто потрите грузила агравий перед вашим участком. Это довольно легко, не требуется никаких инструментов. Готово. Я снял верхний слой покрытия грузила. Потерю его агравий, чтобы грузила лучше сливалась с одном. Наконец, я надену силиконовую трубку. Затем я присоединю грузила вот к этому. Это прототип материала для лидера, сделанный по нашему заказу, закругленный с обоих концов, аккуратно сделанный и прозрачный. Мы уже посмотрели и обнаружили, что он выглядит намного лучше, чем обычные трубки. Кажется, что для такой ситуации нам будет нужен именно он. До этого мы использовали трубку цвета хаки, которую я отметил коричневым маркером, и которая отлично сливалась с дном. Но все равно рыба замечала снасть. Мы не знаем, какой компонент снасти они видят, но я делаю все, что от меня зависит, чтобы сделать снасть как можно менее заметной. Мы будем продолжать использовать трубку, потому что я не хочу, чтобы леска зашла под чешую и поранила рыбу. Нет смысла рыбачить, если вы раните рыбу. Нужно, чтобы загрузил он что-то было. С моей точки зрения это подходящий вариант. Сейчас мы прикрепим его и посмотрим, будет ли разница. Мы также обнаружили, что снасть опускается слишком близко к камере, а большая часть рыбы кормится немного подальше. Постараемся забросить снасть на фут подальше от камеры. Поводок остается тот же. Посмотрим, что будет дальше. Также поменяем флайн бэк лэд на флайн бэк лэд, который дальше опустится по леске, так как иногда рыба задевает X-лайн где-то подальше от снасти. Я надену гардер флайн бэк лэд, у которого больше отверстия и оно немного тяжелее, поэтому оно скользнет дальше. Пытаемся сделать такую снасть, которая не отпугнет рыбу. Затем мы будем пробовать разные крючки. До тех пор, пока рыба не будет клевать, мы не узнаем, как действуют разные крючки. пристегнем к застежке. Наденем трубку. У нас получился отличный переход. Плавный переход между застежкой. Здесь немного толще, а затем еще тоньше. Очень красиво. Отличная система. Это прототип лидеров, которые для нас сделала компания Flytine Geist. Они выглядят очень хорошо, но посмотрим, будет ли разница. Наденем быструю застежку. Надеваем поводок. Поводок остался тот же. В этот раз я надену небольшой мешок ПВА, вместо пены ПВА, чтобы снасть легла аккуратно и прямо. Возьмем несколько разваленных бойлов. Также добавим несколько Fusion pellets. Сделаем совсем небольшой мешок. Очень маленький, примерно как двадцати миллиметровый бойл. Так как мы используем моно поводок, нам не надо беспокоиться о том, что волос может запутаться. Просто надеваем мешок и забрасываем. С маленьким мешком забросить будет легче, но забросить крючок. Проверим крючок. Проведем по ногтю. Когда крючок легко цепляется, значит он все еще острый. Проденем крючок через конец мешка. Вот так. Все готово. Вижу карпа. Подплывай поближе. Плыви, плыви. Это зеркальный. Он испугался. А этот не пугается. Красивый карп. Просто отличный. Они так быстро хватают корм. смотри. Ну, давай. Он близко. Субтитры сделал DimaTorzok Это была красивая рыба Их что-то пугает Они что-то замечают, затем уплывают Он близко По-моему, он испугался Пил что-то не то и уплыл Месть с бойлами от Денни Наступило утро третьего дня Сейчас я постараюсь сделать смесь, которая должна помочь нам заставить клевать этих очень осторожных рыб Я буду делать смесь для мешков В основу смеси входят бойлы Эта смесь отличается от той, что я использовал в первом фильме Как обычно, Meet & Marine Ground Bite Которая также входит в основу смеси Но в этот раз это просто основа Взрыхлим с помощью компрессора Есть быстрая и медленно схватывающая приманка Но я не вижу между ними большой разницы Они обе очень эффективны Затем добавляем Amino Black Эта добавка сделает цвет смеси темным И добавит еще один вкус в нашу смесь Мешаем их Чем больше цвет вашей смеси будет похож на цвет дна Тем больше у вас будет клев Смесь стала достаточно темной Добавляем Mainline Phosphoil Чтобы добавить рыбьего жира и запаха Добавляя рыбий жир, вы также увеличиваете время, за которое мешки ПВА будут распоряться в воде Если вы рыбачите в глубокой воде, то добавив больше жира, мешок будет растворяться дольше Конечно, забросить мешок, вытащить его и снова забросить у вас не получится Но это дает определенное преимущество для ловли в глубокой воде Вот основа нашей смеси Сейчас займемся бойлами Это наши фьюжн бойлы Возьмем немного Плюс сильный запах жира Нарезать их нужно очень мелко Еще немного Пересыпаем в пакет Чтобы можно было потом смешать смесь Я бы нарезал больше бойлов, если бы не нужно было дольше рыбачить Проверим, чтобы не было больших кусков Вот несколько больших Через них плохо будет проходить поводок Нарежем их еще раз Уже лучше Бойлы мы нарезали Если я положу сейчас смесь То нарезанные бойлы превратятся в комки Но если я смешаю их с небольшим количеством донной приманки Они будут слипаться меньше Разбиваем большие кусочки Добавляем немного донной приманки Небольшое количество Затем смешиваем Отлично Сюда мы добавим новый жидкий аттрактант Fusion The Fuse В нашей смеси получается два жидких аттрактанта Достаточно Не нужно добавлять слишком много Перемешиваем И смесь в пакете готова Пахнет замечательно Хорошая смесь Теперь к бойлам мы добавим пелец Это новый пелец с высоким содержанием бетаина от Mainline Совсем немного Мы добавляли их в нашу смесь с начала рыбалки Кладем в пакет Они также помогут смеси развалиться Затем немного Fusion пелется Совсем немного Они также войдут в нашу смесь В таком маленьком пакете столько разных компонентов Это отличная смесь Вот зачем нам нужно две смеси Посмотрим что получилось Кусочки бойлов и пелеца Если бы я сейчас сделал мешок с этой смесью И крючок бы зашел в кусочек этого бойла Это бы затупило мой крючок Поэтому с одного конца я положу немного донной приманки Сюда будет входить крючок И затем наша основная смесь Которая также есть донная приманка Не хочу чтобы крючок мог войти в пелец Или в кусочек бойла Поэтому я использую их вместе Не трогаем смесь руками Так как она очень жирная Набираем немного в трубку Затем сжимаем компрессором Затем основная часть нашей смеси Смесь с бойлами Сжимаем Мешок практически готов Завязываем узел Второй узел Режем между ними Наверное вы видели это тысячу раз Мешок готов Продеваем иголкой Цепляем поводок И продеваем Затягиваем крючок Причина, по которой мы сняли прозрачный лидер Заключается в том, что он совершенно не повысил уверенность Которой кормится рыба Поэтому мы вернулись к тому Чем я больше всего уверен Трубки хаки с коричневыми отметками Мы обнаружили, что прозрачный лидер при рыбалке днем отражал подушки на него свет И был больше виден, чем трубка с коричневыми отметками Несмотря на то, что с первого взгляда лидеры кажутся менее заметными, чем трубки В настоящей рыбалке И в том виде, в котором сейчас сделаны эти лидеры Они не столь эффективны Особенно в этой ситуации На неровном дне из гравия Чистой воде и большим количеством света Субтитры создавал DimaTorzok Нам приплыл старый знакомый Это показывает, что он привязан к этой части озера На наш участок стала приплывать новая рыба Но рыба, которая была здесь с начала рыбалки, все еще здесь Может быть, они плавают в одном районе Но, может быть, нравится наша смесь Уверенно можно сказать, что они каждый раз возвращаются на это место Субтитры создавал DimaTorzok Эти съемки точно подтверждают то, что мы видели в первом фильме То карп и линь кормятся вместе Так что, если вы вылавливаете линию Это может быть неплохим знаком Значит, там может плавать и карп Мы не видели доказательств того, что карп выталкивает линию Наоборот, мы видели, как линия отпугивает карпа Старый знакомый кормится очень осторожно прямо над снастью Найти снасть очень трудно на фоне дна Но, несмотря на это, рыба чувствует ее присутствие Идеальным сценарием было бы рыбачить вниз по наклону Обойти вокруг озера и закинуть удочку с противоположной стороны И положить леску так, чтобы она спускалась, а не поднималась по наклону Чтобы рыба первым увидела приманку и крючок, а не леску Но тогда бы мы рыбачили с берега, на котором нет участка ловли Что нарушало бы правила рыбалки Поэтому мы не стали этого делать Мы знаем, что если бы мы так сделали, то клев был бы намного больше Но мы рыбачим точно так же, как и любой другой рыбак Для того, чтобы показать правдивую кордину того, что на самом деле происходит под водой И проблемы, с которыми вы сами можете столкнуться Поэтому нужно хорошо продумать, под каким углом будет лежать ваша леска Как она заходит на участок ловли, где лежит ваша приманка Убедитесь, что она лежит немного дальше, чем ваша снасть Чтобы рыба не кормилась прямо над снастью Чтобы уменьшить вероятность того, что рыба задеет леску Эту ошибку мы допустили здесь Рыба кормится прямо над снастью и задевает клубку и леску Поэтому приманку нужно закидывать чуть дальше вашей снасти Постарайтесь привлечь ее в бутак И первое, что она могла засосать, это крючок с приманкой Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Давай, иди к нам Нет Может он увидел леску Субтитры делал DimaTorzok Вот обычный Субтитры делал DimaTorzok 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 Он близко Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Его что-то отпугнуло Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну же Ну же Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Это наш старый знакомый Его что-то испугало У него такие глаза, видимо, он видит больше. Он прямо над крючком. Оказывается, леска лежала на палке. Леска лежала на палке. Когда ты потянул леску, палка тоже подвинулась. Забрасываем заново. Может быть здесь пришельцы, которые мешают нам ловить рыбу. Они сейчас сидят и думают, что это дурацкая форма жизни пытается сделать. Они играют с рыбой. Ну, ну. М-м-м. Го он, сын. Они говорят, что мешают, чтобы нас становилось очень мгл. близко подплыл. Вот еще один. Они не слишком уверены. Это старый знакомый. Ну. Разворачивайся давай. Мы знаем, тебе нравится наш пелец. Красивая рыба. Мы точно выломим одну из них. Это неплохая рыба. Мне кажется он увидел как отражается свет и уплыл. В конце концов мы его поймаем. Ну. Он был так близко. Наверно 25 фунтов. Он так близко. Там плавает зеркальный красавец. Очень красивая рыба. Снова старый знакомый. Ему что-то не нравится. Они все взяли в реверсной голове. О, посмотрите. Нет. Ну. Ну, почему мы получили это? Наконец-то рыба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Просто не верится, насколько он близко. Только не это. Этот должен попасться. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Красавец! Субтитры делал DimaTorzok Ну? Это обычный Ну же! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну? Он рядом DimaTorzok 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 4, 5, 6 Они ждут, чтобы леску достали из воды. Я заметил, что когда Карп был прямо над снастью, его ничто не пугало. Он даже попытался засосать приманку с крючка. Но так как приманка сразу не поднялась к нему в рот, Повек была к чему-то привязана, он просто перешел на другую приманку. В этой ситуации мы могли поймать Карпа на более мелкую приманку на крючке. Мельче порезанную, до размеров пелеца, а также более легкий и мягкий поводок позволило проглотить эту приманку. Так что, когда вы ловите рыбу с помощью такой смеси, которой много коноплей и мелкого корма, Я думаю, стоит иметь более легкую и мягкую снасть. Маленькие крючки и маленькую приманку на крючке. Конечно, у вас будет клевать на стандартного размера снасть, но лов будет больше на меньшую снасть. Если вы выберете более мягкий поводок вместо моно, Мы столкнулись с этим в полчестере. На участке со смесью моно поводки не столь эффективны, как комбинированные или плетеные поводки. Я также обнаружил, что когда использую бойл, похожий по размерам на пелец, То на участке со смесью клюв больше, чем со стандартным размером бойла. Даже с 14-мм бойлом. Вы можете применить это и в своей ловле. Если вы рыбаете со смесью, лучше использовать мягкий поводок, Например, комбинированный или плетеный поводок, А также мелкую приманку на крючке, Так чтобы она была похожа на размер компонентов вашей смеси. Я думаю, это увеличит ваш улов. Забрасываем заново. Отлично! Прием, прием. Прием, ничего не делай. Легла просто отлично. Сразу приплыла рыба. Вы только посмотрите, сейчас клюнем. Все нормально, он уже уплыл. Нет, он уже уплыл. Начиная с первого фильма, довольно много вопросов задают об использовании мешков ПВА. В первом фильме, рыба подплала к снасти после того, как мешок растворился. Поэтому казалось, что они совсем не нужны. Я использую мешки ПВА не только для того, чтобы привлечь карпа к приманке на крючке, но и для того, чтобы сделать так, чтобы приманка идеально лежала на дне. Лень плыл прямо на крючок. Это доказывает, что со смесью приманка на крючке более привлекательна, чем без смеси. Мешок не полностью растворился. Я думаю, если бы мы разработали снасть специально для ловли линия, то, возможно, поймали бы эту рыбу. Поэтому с мешками ПВА приманка на крючке выглядит намного привлекательней. Приманка на крючке становится не только привлекательной, для рыбы. Мешок также нужен для того, чтобы волосы и поводок не запутались при забросе. К тому же снасть ложится прямо, что лежит очень аккуратно и готово к клеву. Даже если мешок растворился, вы знаете, что приманка на крючке лежит как надо. И как только рыба поднимает приманку, то сразу ступляется за крючок. Если посмотреть замедленные съемки, то мешок сыграл свою роль. Рыба всосала остатки корма, также всосала большой камень, за которым лежал крючок. И мы поймали его. Он клюнул! Пытается вырваться. Он идет прямо в угол под тем деревом. Он очень сильно рвется. Только бы не сорвался. Там еще и дерево. Иди сюда. Трясет головой и переворачивается. Он за тем деревом. Этими удочками рыба вываживается просто замечательно. Не думаю, что он большой. Но он первый, и мы ждем его с нетерпением. Поразительно, как может повлиять изменение погоды на то, как кормится рыба. Это маленький. Зак, как Джон Кузен. Давай, залезай. Попался. Отлично. Мы долго тебя ждали. На одном боку у него шрам. Красивая рыба. Думаю, около 9 фунтов. Извини, но ты попался. Попался. Джон сказал, что мы его поймаем. Так и произошло. Крючок отцепился. Нам повезло. Маленький, но первый. Ох, не счастлив, что он холодный. Правильно положу плавники. Десять с половиной. Надеемся, первый, но не последний. Осторожно. Маленький красавец. Спасибо тебе огромное. Давай отпустим тебя. Постараемся поймать твою маму. Она там точно плавает. Нет. Ничего я могу сделать. Давно я не ловил таких маленьких карпов. Но я ему очень рад. Отпускаем. Плыви. Отлично. Мы закинем ту же снасть. Одного недостаточно, чтобы убедить меня, что снасть работает хорошо. Но если мы поймаем второго, то поменяем снасть. Хайбрид. Мешки. И разные. Заметьте, как вода начинает тускнеть. Перед тем, как мы поймали рыбу, и после этого. В начале я думал, что это сделал карп, которого мы поймали. Но, просмотрев записи, я понял, что это из-за ветра, который дует по направлению к нашему участку. Он понял со дна плавающую в воде частицы и разогнал их в этом конце озера. Мы заметили, что эта часть озера потуснела быстрее, чем остальная часть. Это можно использовать как преимущество. Если вас преследует жаркая спокойная погода, когда очень мало ветра, а затем появляется ветер, неважно в каком направлении он дует, стоит попробовать рыбачить в этом районе озера. Если он разогнал воду, сделав ее темной, это поможет привлечь рыбу. Также это поможет замаскировать вашу снасть. Если вы рыбачите в чистой воде, то более темная часть озера будет лучшим местом, чтобы начать рыбалку. Снасть будет менее заметной, что должно увеличить улов. Погода очень важна для рыбаков, которые вылавливают много рыбы. Не все могут быть на озере в нужную погоду. Поэтому можно изучать погоду перед тем, как поехать на рыбалку. Даже если вы не можете быть на озере, если вы заметили, что погода будет меняться, тогда стоит рыбачить, учитывая это изменение погоды. Вы можете приехать, и ветер поменяется. Даже если вы не на озере, вы все равно можете следить за погодой. Это может послужить хорошей предпосылкой перед началом рыбалки. Если вы хотите следить за погодой перед тем, как начать рыбалку, я советую вам заглянуть на сайт weather.co.uk. Найдите город, ближайший к вашему месту рыбалки, и вы сможете узнать погоду на каждый час на следующие 3 дня. Также вы сможете узнать погоду на утро и вечер на следующие 7 дней. Таким образом, за 10 дней до вашей рыбалки вы можете узнать, как поведет себя погода, и можете использовать эту информацию, чтобы добиться лучших результатов на озере. Он плывет около дна. В этом глубоком месте около берега она просто бесится. Это еще один зеркальный. Но здесь очень много обычных. Потрясают изменения, которые вносят погода в то, как кормится рыба. Иди ко мне. Попался. Номер два. Это маленький зеркальный. Два зеркальных. Чуть больше 12 с половиной. Сегодня мы поймали двух на короткий поводок хайбрид. Хотя вчера карп ни за что не хотел этого делать. Еще раз показывает, что на клев влияет погода. Отличная рыба. Красивое маленькое создание. Давайте отпустим его. Постараемся поймать еще одного. Отлично будет смотреться, когда ему будут 30 фунтов. Маму бы не свалиться. Итак, мы поймали двух на очень короткий поводок хайбрид. Шестой размер и крючок вайт гейб и донная приманка фьюжн. Также небольшой мешок ПВА, который я показывал ранее. Сейчас мы наденем плетеный поводок такой же длины. Плетенку Гарднер. Посмотрим, как поведет себя рыба. Если я смогу точно закинуть, потому что сейчас дует ветер, который мешает точно забросить. Уберем это. Переходим на плетенку. Мы только что выловили нашего второго карпа на снасе с поводком хайбрид над 20 фунтов. Восьмого размера крючок вайт гейб небольшим кусочком трубки, чтобы немного завернуть его. Снасть сработала отлично. Делаю еще один мешок. У меня уже много сделано, я просто слежу, чтобы их количество не уменьшалось, на случай, если понадобится много. Поменяем снасть. Двух мы поймали на хайбрид. Поменяем его на плетенный поводок. Крючок оставляем тот же, но на плетеном поводке сделанным из тяжелой плетенки Гарднер. Я приготовил небольшой кусочек Гарднер пати, который приклеиваю с помощью суперклея. Затем обворачиваю его вокруг поводка. Это прижмет поводок ко дну. Рыба не сможет задеть за поводок, когда двигается вокруг приманки. Также мы прикрепим мешок ПВА в той же смеси, закинем снасть и посмотрим, как отреагирует рыба. Я думаю, что с этой снастью я выловлю рыбу практически сразу, потому что здесь очень эффективный короткий поводок. Но посмотрим, что получится. Последнего карпа мы поймали только на приманку на крючке, так как до этого приплыл линь, попытался сесть содержимое мешка, выплюнул корм и затем рассеял его. Надеваем этот поводок точно так же, как хайбрид и фторуглеродные поводки с помощью быстрой застежки, чтобы ничего не доставать из застежки с грузилом. Я также поменял грузило. Теперь оно весит две с половиной унции, а не две. Оно такого же цвета коричневого гравия. Поднялся небольшой ветер, и это грузило будет закинуть намного легче, потому что я должен попасть вот на такое расстояние от камеры. Все готово. Рыба играет на поверхности. Ветер северный, давление повысилось. Ветер дует вниз. Идеальные условия для этой части озера. Мы рыбачим только одной удочкой, что тоже неплохо. И все, над чем рыба буквально смеялась вчера, теперь замечательно их вылавливает. Судьба решила смилостивиться. Надеемся, что поймаем рыбу, или наоборот увидим, что эта снасть не такая эффективная по сравнению с предыдущим поводком. Мне сказали, что я попал прямо в яблышко. Включим сигнализатор. Следующей снастью будет стив риг, или жесткая снасть. Если эта снасть, которую мы закинули, сработает сразу, то следующей снастью будет жесткая снасть. Затем мы, возможно, будем менять длину поводка. Мы посмотрим, как будут работать 18-дюймовые поводки вместо коротких, которые мне нравятся. Посмотрим на реакцию рыб. Мы постараемся протестировать разные смеси, разные добавки к смесям. Мы не смогли поймать рыбу на поп-ап, попробуем их еще раз. Также у нас много добавок и аттрактантов, которые мы хотим попробовать. Я надеюсь, нам удастся показать вам самые эффективные способы рыбалки, а также самые неэффективные. Приготовлю еще одну снасть. Подождем следующего карпа.